Тут по мосту пройти. Да? Сейчас пройдем. Да, вот река. Мы шли тут. Да, ходили? Конечно, да. Это когда ты служил, да? Да. Красота. Старый мост, да? Ну, по этому мосту шли. Он еще был новый, да? Да. Это какой год был? 76-й год. Смотри, там порог. Угу. Вот захоронение. Вот, видишь, каски, могилы. Ну, и вон там эти списки. Мне кажется, вот это. Вон тут. Боевой состав. Подожди, я посмотрю. Да. Восемнадцатый погиб. Да, вот все сходится. Да. Две недели всего и побоевал. Вот 1 июля начались, 41-й год. После продолжительности боев в Алла-Куртии была захвачена 6-й пехотной дивизией финнов. Границы западной Алла-Куртии, особенно жестокие бои, шли первые 6 дней. Вот первая неделя самая такая была кровопроволитная. Да. Сюда вы и приходили. Да. 122-я стрелковая дивизия. 7 тысяч на 56 немцев. 17-го июля. Июля. Да. Здесь 7-го июля поселок был атакован пехотными частями. В общем, через 10 дней уже он выбыл. Да. Вот, смотри, 11-го июля были остановлены, но и разгромлены. Пропал без вести. Место выбытия Карелла, Финской ССР, Кестинский район, станция Алла-Куртии. В общем, вот тут, значит, он похоронен. Две дивизии. Мой прадед. Это вот только на этом пятачке. Да. 1617 человек. Вот это она и есть. Земли с дому. С реки вода. И камень, да, с реки? Камень. С печки. Деда Ивана. Вогилки. Вон, березы тут тоже посажены. Смотри, как земля просела. Это вот все, как бы, захоронение именно просаживается. Это еще списки, кого это, расшифровали. Очень много. Написаны те, у кого нашлись медальоны. Здесь захоронено... Да, 33, там вон 31. Там вообще много. Там 74 войны. Да, вон, 18. Вот он среди этих и есть. Хорошо, приехали. Да. Вот снег лежит. Нас вот сюда и водили. Мы застояли, строили. Танковый полк пришел. Некуда было встать. Угу. Дойдем еще к летчикам посмотреть. Это типа летные эти, с аэродрома. Да. Летчики раньше на каких самолетах еще, да, летали? Командир Попов. Винт со сбитого самолета, наверное. А, вон, трехлопастной. Причем винта деревянный. Кисок погибших летчиков. А тут тоже летчики оснарил. Он поршня. Не, справа, слева гильзы. Да, гильзы оснаряло. Кравченко, Куликов, Чеканов, Раханский и Никонов. А это кресло пилота, судя по всему. Это брони и щиты для пилота. Сколько он им лет? Смотри, в 16-м году родился, в 43-м погиб. 24-25. Защитником советского Заполярья. Танк-то нормальный. Нормальная тема. Слушай, какая. Бор, да? Как АК? Маленькая, но может делов натворить. Особенно в центре города. А, вон камуфлированный забор. Вон, там флаги висят. Это часть. Вот эта наша, по-моему, казарма была. Да, вот это здание и есть. Забор, конечно, шикарный. Забор такой был? В английском стиле. Вон, эта полоса препятствий. Вон, этот плац. Вот, там, кстати, народ построен. Там, наверное, столовка. 6.32. Вот как раз этот ужин. На ужин, видишь, стоят. Я служил в ангарбол. А что там в ангаре было? Ну, типа как хозяйственные. Пойдем сходим, посмотрим. Тут можно ножницы есть по металлу? Есть, у нас ножницы есть. Там солдаты идут. К той казарме. Давай подъедем. Ну, давай. Вот это был ракетный дивизион. Зенитчики. А это было здание на втором этаже. У нас клуб был. А что здесь за квадраты такие? Техника стояла. Где? Вот тут, на этом поле. Техника была, да. Квадраты остались такие. Да, да. Тут были пушки. Вон, видишь, эти остались трассеры. А вот, видишь, там трубы дальше? Да. Туда мы ходили, там, этот, ангары с танками. И этот ангар был как раз за столовой. Вот столовая, а он остался. Сколько лет ты тут не был? Больше сорока. В 78-м году я демобилизовался. Сейчас 2021. Больше сорока лет пришло. Ну, к 50 уже. Вот тут тоже стояли эти. Часовые? Да и все, всякое это. Во будни. Забор какой был? Большой? А? Деревянный большой был. Что? Забор. Ну, не такой же был заборчик? Нет, забор был здесь просто колючей проволоки. Вот в этом здании был медсамбат на первом этаже. Можно прогуляться пешочком. Вот туда машину поставь. Вон туда встань. Тут футбольное поле. Командирскую Волгу видел? Видел. Шик. Вот это столовка. Да. Это плац. Ага. Долго не буду снимать. Ага. Волжанка подзачетная. Они про Вермонт говорили. Сейчас еще остановимся вот у этого, на обратном пути. Останьтесь. Флаги висят. Крым. Касок тоже, вон, прострелянных найдено. Это уже Вермонт. Это название просто Вермонт. Котелок. Смотрите, тут эти мины. Такие. Лопаты саперные. Погоны. Герои Советского Союза. В Кандалакшском направлении. Мы были вот здесь, да? А еще дальше там сколько? Там, 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 там. И здесь по трассе по всей. Вот первое захоронение. 512 человек. Второе. 418. 1033. Около 1000 человек. 659. 1093. Вот они. Стрелковые дивизии. Бардельские минометные полки. Смешанная авиационная дивизия. Карельский фронт. Такая вот могила. Там тень на горе. От облака. Идет сюда вниз. Спускается. Это как каменная. О, красивое место, да? Беседка там. Вот тут бы перекусить надо было бы. Елка, внизу нету веток. Наверху есть. Вот мне нравятся такие низинки с редкими этими посадками. Прикольно. Елки так. Ага. Панорама. Шикарно. Все цвета радуги. Макушки, смотри, какие острые. Вот тут река, по-моему, была. Там какая-то ручеек такой. Ну, елки прям необычные такие, узкие. Свечки. Ага. Шикарно. На вечерней зорьке еще такой болото. Размер планеты сразу ощущается. Ага. Какие там камни красивые. Направо, посмотри, какие там валуны среди этих елок. Рябина, помню. О, уши заложило. Да, с горы спустились? Есть что-то. Да, это была только ступенька. Еще вниз. Там гора, это вот он. Да, да, да. Еще вниз. Это хорошо была ступенька. Уши хоть привыкли. Давление нормализовалось. О, справа тоже, смотри, панорама красивая. Вот это она тоже, кстати, чистить, да? Сразу видит, другой будет. Сорные вот эти деревья. Еще все опять вниз. А, вон там. Еще вливается в нее одна. Вон до Кандалакши, 13 километров. Вот мы в Кандалакши. Что-то дома облезают как-то, да? Руковое движение. Третий съезд. Как вам Кандалакши? Нормально. Дома такие старые, но крепкие, да? Вроде не такие страшные. Круговое движение. Первый съезд. Нам вот сюда. Гора Крестовая. Это Белое море. Это Кандалакши залив. Вот он. Это губа Лупче. Или Лупче. Это Белое море. Вот он. Вот он. Это Кандалакши залив. А вот оно. Еще одна губа. Вот оно море пошло. Мы сейчас вот здесь. Смотри, река высохшая. Вот это да, это номер. Гора Горнолыжный Клон. Видишь? Кемпинг. Мы в горах сейчас засядем. Камень такой упал. Камнепад может быть, да? Булыжник покатится и не остановится. Тут уже 3 километра мы проехали. Не, осталось 500 метров. 420. Вид какой. А, шик? Поверните направо. Туда вниз. Вот туда вниз надо, что ли, было. Вот посмотри, какой вид, папа. Там нету дороги. Есть. До конца маршрута осталось 100 метров. Шикарный. Это прямо шик. Каждая, навигатор говорит, поверните направо, а ты это. Игнорируешь. Вот туда надо. Карьер. Подозрительный какой-то. Аккуратненько. Давай, едь туда. Там свалка. Нет, едь. Свалка это тут. Начальник. Нету тут дороги. Вон там машина стоит. Да не может такого. А может вот туда она? Проедь чуть-чуть туда. Вон вниз дорога. Вон навигатор показывает. 100 метров осталось. Нормальная. Я первый раз такое чудо вижу. Чтобы вот так. И сколько там номера стоит? Может пешком было сходить? Поцарапаем все иди. Ну, поэтому правильно едем. Правее чуть возьми. Ага. Проходим нормально. Не надо. Реклама показывает. 70 метров. Жесть. Я в шоке, конечно. Карьер. Вид красивый. Надо по эти дороги ехать. Гора Кристовая. Это развод, что ли? Надо ехать. Вон туда есть. Это разводка такая, что ли? Нормально. Тут с горы есть. Функция? Да. Наверное, нету. Притормазывается. Выезжаем обратно. Какие-то непонятные люди. Вроде похожи на то, да? Вон там желтый дом. Вон туда и припаркуйся. Справа от этой Ларгуса. Коридоры, гостиницы. Что там, гору видно? Открой балкон. Ага. Ускорение тут нормальное, можно ли, да? Загормозить не в дом. Погода сегодня хорошая. Обратно ехать. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Нормуль. Завтрак пойдем. Да, пойдем завтракать. Возьми их плечи. Это вот такой у нас номер. Здесь спал Федорович спал. Да. Самая мятая кровать. Сейчас туалет покажу. Что у нас за туалет? Вот такой. Типа сортир. Это Павел Федорович почистил зубы. 800 километров. Вчера уставшие такие были. Да. Еще хотел, Паля, обратно ехать сразу же. Я просто впечатлен тем, что такое было захоронение. Более 1600 человек. Да. Это уму непосвежимо. В этом захоронении нашелся дед. Каски там были, которые, да, прострелены? Пробитые. Это может даже одна из этих касок его была. Может. И какое было сражение. Да. Сколько людей полегло. И прошло 80 лет. Ну. И он нашелся. Что пишут? Ничего хорошего. Вот тут местные. Сигналы, да? О. Наша парковочка. Муж столько на машине. Ход без маски запрещен. Кушать будем. Доброе утро. Доброе утро. А у вас утечка есть? Вот такие вот штучки. Это омлет такой, да, у вас? Приятного аппетита. Спасибо. Черные свиньи. Все, мы будем кушать. 9 часов. 2 июня. Езжаем. Обратно. Ну давай, что ты обо всем этом думаешь? Горы. Горы? Север. Так? Все. Вон она, гора. Тут беседочка есть. Стол. Все как мы любим. Вот там тоже вид такой панорамный на город. Ну, грубо говоря, над городом. Идут сборы. Сейчас будем выезжать в обратный путь. Хорошо. О, 25. Ну, это нагрело. Там идет подготовка к дальнему пути. Что, долил? Паша, долил. Я у нас, но долил. Ага. Проверил? Да. Так ты долил прям его? Поджирает? Нет. Там была половина. Ага. Чуть-чуть. Ага. Посмотри, сколько комарья мы убили за поездку. Узис. И осы. И кого только нет. Это, конечно, отмывать, это жесть, да? На зеркалах тоже такая же фигня. А сзади нету, смотри, мошки. Почему-то, да? Давай, я буду выезжать, если покажешь дорогу. Давай, а потом по трассе. 200 проедешь. До заправки доедешь, а там пересядем. Все, поконим. Выезжаем. Впереди нас ждет Карелия. Поехать в баню кипить. А, у нас сегодня баня? Да. Сегодня среда, банный день. 8 часов баня. 8 часов у нас баня должна быть по-любому. Мы еще 700 километров нам ехать до бани. Там мост. Еще проедь. Там какая-то плотина. Вот здесь, наверное, да? Куда едем? А, вон, сейчас тут выйдем и туда до речки сходим. Птицы поют. Сейчас посмотрим, что тут есть. По-моему, мост должен быть. Первый раз вижу такую реку, чтобы такая гряда была каменная. Смотри. Это, наверное, когда полноводная река, до этих камней не видно. Да. С гор. С гор вода, но... Реку можно перепрыгнуть по камням. Угу. Вон там мост. Ну, мост обычный мост. Сейчас прогуляемся тут рядышком. А вода, кстати, чистая. Смотри. Сгорная вода. Мост-то нормальный, кстати. Широкий. Нормальный. Тут там зацеплен. Банды такие. Замки тут. Мост прикольный. Чувствуешь? Надо не идти в ногу. Что, призонанс не поймать? Тут в ногу нельзя идти. Особенно солдатам. Чувствуешь, качается? Нормальная высота. Что-то как-то неприятно. Другого и не построишь. Ага. Неприятные ощущения, да? Вон трос. Ага. Толщина троса. Три пальца. Шестовая вода. Но. Шестовая, да. Прозрачная. Угу. Все держит салон на четырех. Смотри, тут два и тут два. Спереди тросы и все держит. А это растяжки живые. А это боковые растяжки, чтобы он влево так не качался. Не колбасен. Вон, видишь, что же тут диагональ дано. Нам, в общем, 700 километров все прямо. 680. Олег что-то пишет. Олежка что-то пишет. Ну, как там север? Вот так, во. Лайк. Ставьте лайки. Нижегубская. Моща, да? Полярный круг. Ага. В общем, поехали полярный круг. Впереди камера на 70. Секунду погаслево. Слева. 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 Петрозавод, 41. Приехали мы в Карелию домой и решили еще сейчас вечером в баню сходить. На дорогу, конечно, есть. Космическая фигня какая-то. Пыль столбом. Вот мы в деревне. Перенеслись. Второй день лета. Павел Федорович что-то стирает. Сосны как выстрелили. Смотрите. Красота какая. Все, идем в баню. Свежий веник. Уже листья пошли. Хорошие. Аромат. Течение такое. Ой, вообще кайф, ребята. Посмотрите. Шикарно. Ручки листья оборвать немного. Не мешались. Природа. Надо уже за вениками ехать. Ручку шли. Поним? Так. Шикарно. Вот такая. Погода какая, а. Тишь да гладь. Рыба плечется. Рыба плечется. Рыба плечется. Продолжение следует...